Список знакомых рекомендаций «Полодные контакты». Но основной запрос, который звучал от каждого из вас, это «Как можно знакомиться и привлекать новых людей через социальные сети?» Это так? Да! То есть все, при этом, ну не все, но 99% нашей статистики говорит о том, что 99% учащиков конференций заинтересованы в том, чтобы понять, каким же образом нужно привлекать людей через социальные сети. И вчера на френинге разъясняли, каким образом это нужно делать, но мы не говорили подробно, останавливаясь на том, каким образом должны быть опорны ваши социальные сети. И это мы сделаем сегодня, это мы сделаем сейчас. Для этого я хочу пригласить на сцену наших двух новых относительно сотрудников, хочу вас с ними познакомить. Прошу на сцену руководителя по работе с социальными сетями компании Татьяна Корсак и руководитель по социальной сетям Африкина Алига Кашубани. Они будут наслаждаться на сцену. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Наши социальные сети приобретались, и теперь, чуть позже увидите, наверняка многие из вас знают, как выглядят сейчас странички в компании, в Инстаграме, в Вейсбук, и благодаря усилиям этого человека мы получили дополнительный инструмент для вас. Кто из вас использует этот инструмент? Вот, замечательно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И благодаря этому инструменту к нам приходят люди теперь и ищут дальше наших дистрибьюторов. То есть приходят на каналы социальных сетях, я думаю, что девушка об этом расскажет вам подробнее. И это все благодаря усилиям Татьяны. Давайте ее поблагодарим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый день, коллеги и друзья. Я впервые приветствую вас на сцене Парал Клав. Я волнуюсь, прошу сразу простить меня за капитер. Итак, тема нашего выступления «Магия СММ превращает золотых в платины». Тема выбрана неосвычайно. Пероприятие золотые для золотых в зале для много золотых директора. Выбивите руки золотых директора, похлопайте себе. Кого золотой директора мечтает стать платиновым мастером? Вопрос фиторический, наверное. Софсети в 2019 году — это инструмент, один из инструментов, который поможет вам сделать шаг навстречу достижения своей цели — стать платиновым мастером. Какие у вас есть варианты ответа, что такое социальные сети? Я буду много обращаться в зал сегодня. У нас формат мастер-класса предполагает обратную связь, жутку обратную связь в зал. Что такое социальные сети? Нетворкинг. Нетворкинг. Информация. Информация. Личный бренд. Личный бизнес. Отлично. Очень много вариантов. Если мы подытожим их и какую-то ёмкую формулировку дадим, социальные сети сегодня — это самый мощный инструмент продаж. Почему я говорю самый мощный? Потому что в мире 5,5 миллиардов человек пользуются мобильными телефонами. Из них 3,5 миллиарда активные пользователи социальных сетей. Поднимите руку те, кто каждый день заходит и обновляет клиенты какой бы то ни было социальной сети. Сергей Юрьевич, нет, не заходит? Обманывает, не заходит. Итак, что это значит для нас? Это значит, что каждый день у нас есть новая возможность найти потенциальных покупателей, потребителей продукта. Найти монетную аудиторию или найти новых партнеров по бизнесу. Зачем вы заходите в соцсети? Зачем люди идут в соцсети? Это не… Есть какое-то ошибочное мнение о том, что соцсети — это про селфи, это про лайки, это про комментарии и какое-то, ну, в общем-то, свободное времяпрепровождение. На самом деле, люди идут в социальные сети ровно за тремя вещами. За общением, за тем, чтобы узнавать что-то новое и получать какую-то информацию и развлекаться. Людям скучно, это факт. И социальные сети помогают проводить время более интересно. Так вот, изводя из такого запроса, что есть ровные три цели, подумайте, что вы можете предложить своей аудитории. Вы можете предложить общение и вашу индивидуальность. Мы с Татьяной довольно часто просматриваем аккаунты подписчиков Инстаграма World Club. Поднимите руки те, кто подписан на Инстаграм World Club. Спасибо вам. Мы дорожим вашим вниманием. Мы просматриваем ваши аккаунты и мы заметили следующее. Среди подписчиков, среди фолловеров социальных сетей World Club очень много людей, которые классно будут в соцсети. Прямо экспертов. И я вижу парочку здесь в зале, я потом отдельно вам скажу спасибо и какие вы молодцы. Так вот, ваша индивидуальность, то, как вы можете общаться, это одно из главных предложений, которые вы можете дать своей аудитории. Второе, это экспертиза. Ваше уникальное знание в чем-то. Есть, обязательно есть сфера, в которой вы разбираетесь лучше, чем другие. Мы дальше пойдем к шагам и найдем эту сферу. Вы ее и научим вас с ней работать, работать более эффективно. А также это извлечение интерактива. Так же никто не отменял, за счет этого вы тоже сможете привлечь свою аудиторию. Итак, перейдем от слов к делу. Моя выгодная часть завершена. Теперь мы будем двигаться в следующей сфере. Татьяна будет рассказывать какой-то блог конкретный, который будет как чек-лист, как у вас будет действовать. Презентацию мы выложим в теле данный аналог, и вы все сможете получить ее. Можно ее прекратить. Так вот, каждый блог это будет конкретное действие, конкретный чек-лист, который нужно сделать для того, чтобы запустить свои соцсети. А я буду иногда помогать, надеюсь, не мешать, помогать Татьяне. Слово Татьяне. Итак, годная часть окончена, и пора приступить к практическим действиям. Поехали. Каждый последующий блог – это практическая рекомендация действия, которая нужна для того, чтобы запустить успешный аккаунт в социальных сетях. А информация, известная, лучше всего усваивая свой пример, поэтому каждый блог мы дополнили информацию, примеры аккаунта «Корокла», чтобы жилую показать, как это работает. Перед тем, как завести аккаунт в социальных сетях, вам нужно ответить на вопрос, зачем вам соцсети с точки зрения бизнеса. Масштабирование. Масштабирование, отлично. Увеличение продаж. Увеличение продаж, супер. Личный проект, визитка, отлично. На самом деле, соцсети нужны для того, чтобы выполнять две задачи. Первая задача – это привлекать, конечно же, новую аудиторию для расширения дистрибьюторской сети, и также привлекать новых потребителей. Это вторая задача. Пока вы только начинаете недостаточно раскручены, лучше всего сфоткенсироваться на одной задаче – и уделить максимальное внимание. Зачем все эти полопа? Когда год назад мы делали реструктуризацию аккаунта и полностью соцсетей, мы задавались теми самыми уже вопросами, которые мы задаем сейчас вам и которые мы сейчас посмотрим. Зачем идти в соцсети полопа? Первое – это повышать наявность потребителей, рассказывая о продукте. Конечно же, повышать изновательность бренда и создавать сообщество вокруг продукта. И тут я обращаюсь и скажу следующее. Друзья, у аккаунта бренда и у вашего личного аккаунта чуть-чуть разные задачи. Поэтому, когда мы говорим о повышении лояльности потребителей к бренду, мы говорим прежде всего о том, что это будут лояльные потребители по отношению к вам. То есть, когда мы говорим, что потребители лояльны по отношению к бренду Coral Club, к продукту Coral Club, это значит, что к вашим аккаунтам они также будут лояльны. Вы работаете над брендом, вы работаете над личным брендом. Ранее Татьяна сказала о том, что лучше всего эффективнее сфокусироваться на одной задаче. Вы сначала научитесь классно, вкусно, продающие, очень интересно писать про продукт, и прокачаете, например, продуктовую часть, и после этого вы будете прокачивать часть, которая связана с лидерством и с бизнесом, скажем так. Вы можете действовать в другой последовательности, если вы чувствуете экспертизу в своем бизнесе. Сразу же скажу, когда мы начали менять аккаунт на уклад, мы тоже сфокусировались на одной задаче. Сначала мы сделали аккаунт, кстати, кто пользуется аккаунтом, как источником вдохновения, использует фотографии, тексты. У меня есть для вас хорошая новость. Для того, чтобы вы прокачивали микрорку продуктовую часть, команда Coral Club, СМО команды Coral Club, начинает работать над бизнес аккаунтом. Coral Club Business, где вы также сможете черпать для себя вдохновения, вы сможете искать солидные статьи, вы сможете брать готовый контент, для того, чтобы использовать его в своих социальных сетях, и мы искренне надеемся, что этот аккаунт будет для вас полезным и будет отсловкой для вашего будущего продвижения. Смотрите, мы определились с основной целью, пока одна, для чего нужны соцсети. Понятно, я не понимаю, которые наиболее прокачивали. Тут тоже такие присутствуют, я уверена. Следующий этап – это нужно ответить себе на вопрос, в чем я эксперт. Например, я знаю, как быстро и эффективно ухудеть. Кто-то знает, как исправить проблему кожу, кто-то знает, как укрепить детский иммунитет. Может кто-нибудь скажет, в чем-нибудь уникальный экспертизм из зала? Представляете, мы сейчас с вами заводим бизнес аккаунт для прокачки вашего личного бренда. Вот если бы в одном вопросе можно было бы сказать, о чем это там, о чем ваши экспертизы? Скажите, пожалуйста. Невсекаемая инфекция. Невсекаемая энергия. Хорошо. Я знаю, как постоянно быть энергичным. Но это мог бы быть блок о том, как поддерживать собственные высокие уровни энергии, о том, как быть эффективным и продуктивным. Знаете, лидогенерация. Это вообще очень долголетие. Не просто долголетие, а еще и молодость сохранить. Классно. Вот в таком формате подумайте для себя, о чем? О какой одной ключевой теме мог бы быть ваш блок или ваш бизнес аккаунт? Ключевая тема, процедующая нить, будет проходить через все ваши капитации и тот контент, который вы говорите людям. Это не значит, что у вас не будет любого контента или других тем. После вопроса этой основной идеи вашей экспертизы, будет строиться ваша память, ваша экспозиция, в социальных сетях. После того, как вы определили свою успехность, нам нужно определиться в целевой декларии. То есть, кто те люди, которые будут нас считать, которые мы хотим привлечь? Посмотрите, на этих людей, которые есть сейчас на слайде, они очень по-разному выглядят. А это значит, что не то, что они очень по-разному выглядят, а, скорее всего, мы предполагаем, что эти люди, они очень разные, да? Они не только по-разному выглядят, они мыслят по-разному, они увлекаются разными людьми, они ходят на обед в разные места, они занимаются разной-разной деятельностью. Так вот, для того, чтобы понять, кто из этих людей ваш, нужно пройтись по одному, нежможному учебномуству. Первый блок называется специально-диографические характеристики. Подумайте, вот, мы говорили о долголетии, например, на том, как сохранить долголетие. Кому потенциально, людям, какого пола, универсальный пол, в данном случае, какого возраста мы можем уже представить, какая-то граница возраста, и где эти люди могут жить. учитывайте языковые ограничения, да, если у вас будут тексты, значит, рассчитывайте на подготовию одного языка с вами. Чем будут заниматься эти люди? если мы говорим долголетие, они на пенсии, или они работающие пенсионеры? Чем более подробно вы представите себе портрет человека, с которым вы общаетесь, тем более объективно ваша коммуникация будет строиться. потому что для того, чтобы говорить человеку на одном языке, нужно понимать, какую литературу он читает, и читает они вообще, или он читает только новости в блогах, или он читает вообще только инстаграммы, поскольку, поскольку, и строчки. Нужно взять лист бумаги, прописать все эти вещи на чек-листу, и попытаться буквально найти портрет этого человека. И каждый раз, когда вы будете писать какой-то пост, или вы будете снимать сторис, представляете его перед собой, говорите ему, и будьте максимально интересны, тогда ваша коммуникация будет эффективна. Как работает принцип отсеянной телевой аудитории? Например, мы поняли, что потенциально наша тема может быть интересна огромному числу людей, от числу людей. Мы понимаем, что тема многолетия будет интересна людям от 30-ти, мы говорим, да, потому что нужно заразиться заранее, мы говорим, от 30-ти, это мужчины, это женщины. Дальше мы убежаем на аудиторию. Мы понимаем, что, например, нам интересны люди, которые будут жить на территории Италии, на территории постсоветского пространства, те люди, которые говорят на одном языке, таким образом количество людей, аудитории, потенциально сегментов, оно уменьшается. И к моменту, когда вы закончите проработку портретов, выяснится, что есть не так много. В данном случае мы оставили женщин, старше 30-ти лет, которые живут во всего миру, они активные, они молодые. И среди вот этих людей есть тот адресный, к которому вы обращаетесь. Обращаюсь. Спасибо. С телевой аудиторией определились. Я хочу дополнение слов сказать, понятно, чем лучше вы узнаете свою телевую аудиторию, тем лучше будет результат. Представьте, что это ваш хороший знакомый или сосед, которого вы знаете досконально. Все его привычки. Ну, звучит, наверное, немного сложновато, но на самом деле это совсем несложно. И когда будете писать или готовить какую-то публикацию, у вас уже будет всплывать образ, можно придумать им, кстати, вымышленные имена, иногда бывает очень дождесем. И очень помогает работе. Значит, с телевой аудиторией мы определились, что нужно делать дальше. Концепция Бога. Есть четыре основные кита, на которых держится Бог. Не забываю, четыре кита. Первое. Это площадки, на которых есть ваша аудитория потенциальная. Это тело и публики, то, что будет интересно вашей целевой аудитории, то, что вы будете писать, то, что вызывает неправильную получатся трем бомбы. Первые двух площадок. Вот мы знаем вашу целевую аудиторию. Еще раз, можно понять, я тогда буду не знать, я буду основные точки фиксировать. итак, мы объединили экспертность вашу, под эту экспертность мы вывели аудиторию телевую, следом за аудиторию, нам нужно понять, а где нам эту аудиторию писать. Где же нам писать вашу телевую аудиторию? То есть, где нам завести аккаунт? Это будет вконтакте, инстаграм, фейсбук, ютюб, то есть, площадок в соцсетях стойко-стойко-стойко-не перечислишь. Для того, чтобы определить площадку, есть для вашей чек-лист, буквально пара пунктов, которые поможут вам определиться. Первое, нужно определить именно ваши сильные стороны. То есть, что у вас получается лучше, или то, к чему у вас склонность, или вы можете легко научиться. Например, у кого-то получается лучше писать тексты, кто-то улетает с фотографией, кто-то любит снимать видео. Именно вокруг этого ключевого навыка можно благодаря этому ключевому навыку влиять на выбор вашей площадки. Кстати, это может быть не только ваш навык. Вы, например, знаете, что ваши дети, ваши братья, сестры, кто-то очень классно снимает и монтирует видео, кто-то очень здорово фотографирует. Эти люди – это ваши ресурсы. Они смогут настать, вам помочь, смогут подсказать, может быть, что-то сделать вместе с вами несколько раз, для того, чтобы дальше самостоятельно этот навык прокачивать и использовать его делом. Но для начала может быть у вас есть склонность к человеку. и второе. Второй пункт – нужно изучить статистику соцсетей, где находится ваша аудитория. Делать это несложно, хоть звучит и страшновато. То есть, нужно найти те группы, возможно, группы конкурентов или паприки, где находится аудитория с нашими интересами. Искачивающим по группам, забивая поиск, например, похудения, и попадая сразу большой, где можно посмотреть количество площадок и посмотреть, сколько аудитории, например, присутствует непосредственно. Инстаграм больше, на Facebook, например, меньше. Если открыть следующий слайд, мы покажем на примере, как это работает. Допустим, вы эксперт по тому, как терять личный вес, потому как худеть быстро эффективно и безвредитно здоровью. Что нужно сделать, для того, чтобы понять, где больше всего худеющего истории? Вы знаете, что существуют три основных соцсетей, или вы бы хотели работать в трех основных соцсетях, например, ВКонтакте, Facebook, и, например, Instagram. Все, что вы можете сделать, это ключевые слова, в данном случае похудеть, худая, диета, все слова вы забываете поиск по группам. В Facebook, в Instagram, в Instagram это будет просто поиск, в Facebook, в контакте это поиск по группам. Вы пишите слово похудение и смотрите. Например, в контакте в фабрике на диете 864 тысячи участие и смотрите количество групп. Если количество групп больше 100, это значит, что тема живая и интересная. Дальше нужно смотреть уже количество людей в каждой фабрике. Вы видите, в одном миллион человек, в другом 5 миллионов человек. А, например, в Facebook, на этой же теме похудеть в группу всего лишь 60. Это значит, что в контакте аудитория больше худеющих. Это значит, что там вы с большей вероятностью найдете своего слушателя, зрителя и выстроите лояльную аудиторию. Кстати, небольшой вопрос. Зачем в дополнение также по хэштегам, а теперь небольшой вопрос. По поводу целевой аудитории. Когда вы перейдете в группу, в группу, в которой очень много подписчиков по вашей теме, поможете кликнуть на подписчика, зайти в его группу и посмотреть, чем он интересуется. Это поможет также составить портрет целевой вашей аудитории. То есть, посмотрите, одного, второго, третьего можно выпрощить и посмотреть, чем вы увлекаете, какую музыку слушает, какие мероприятия посещает. поможем докупить вам образ портрет вашего целевого подписчика. Теперь давайте расскажем на примере группа какая же основная площадка группа группа инстаграм инстаграм какой-то фотографии 100 лайков. Как понять, хорошо или плохо, много или мало? Что нужно сделать? Вы прочитаете? Посмотреть, сколько людей посмотрела. хорошо. Сколько людей подписано? Например, если на вашей странице подписано 25 человек и у вас 100 лайков, это классный результат. Это значит, что люди еще и удивились, дальше рассказали о вашей записи. если мы говорим о том, что на странице подписано 100 тысяч человек и при этом 100 лайков, это значит, что вовлеченность в этот самый удивительный трейд, он низкий. Это значит, что когда на него очень интересно, люди на него не реагируют, они его не смотрят, они его не читают и не лайкают, соответственно. Комменты посмотреть? Ну, я думаю, для них радостной, что, конечно, комментарии, лайки, перепосты, все показатели активности, они зависит от площадки, да, на ютубе это одни показатели, но в избуке это другие показатели, но ключевые, правильно, это лайки, это просмотры, это комментарии, это репосты, и дешевые. У Георгии трейд, это основные показатели активности в аудитории, которые показывают, насколько живая в аудитории, в аудитории, это сколько? Что такое шаг, это, который легко поделиться. Ну, то есть, это как репост, это, когда вы делитесь записьем, можно говорить за шаги, за шаги это поделиться. Слэн, можно использовать. Значит, основные показатели это активности пользователей, которые показывают, насколько аудитория активна, в основном им нравится, и насколько показывают то, что они будут выбирать. Да. Так вот, в сети инстаграм, и вы созданы как это не Но именно выключенность в количестве лайков, репостов, шеров в Инстаграме было выше, чем в других соцсетях. Мы поняли, что в Инстаграме люди активнее, и это значит, что мы быстрее достучимся до их сердец. А также не стоят мировые пренды забывать. Инстаграм сегодня это самая быстро растущая площадка. Это более-менее активный пользователь. Инстаграм, если говорить о России, то Россия по количеству пользователей на шестом месте в Инстаграме. То есть нас очень много в Инстаграме. Если говорить о русских личных пунктах, даже не про Россию, наверное. И первое место в Европе по популярности этой соцсети. Русские личные. Русские личные пользователи, да. Пощадки выбрали. Второй групп — это контент. Следующий вопрос, где вы уже определились, нашли место. Следующий вопрос — что? Что писать? Для того, чтобы написать пост, нужно проделать небольшую работу для начала. Чтобы все это объединилось в одну общую, связавшую общую структуру. Нужно выбрать тему публики. Также есть небольшой чипсик. Можно будет использовать его. Первое. Нужно определить ключевые вопросы целевой аудитории. То есть сфокусироваться на тех проблемах, которые сталкиваются целевой аудитории. Я эксперт в области косметологии, эксперт в области сохранения молодости. С какими основными вопросами сталкивается моя целевая аудитория? Подскажите мне. Красота. 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 Да. Проблемы можно. Отлично. Старение. Ранние морщины. Ранние морщины. Да. Потому что каждая девушка... Ближний вес отличного. Вот. Еще больше таких вопросов вы соберете, тем лучше вы сможете использовать эту информацию для ранних. Отсутствие энергии очень актуально. Вялое кожа. Вялое кожа. Вялое кожа. По помощи сфокуса. Побыршего лица. То есть можно пересчитать, что сфокусировалось очень-очень много. Включенные вопросы целевой аудитории в сфокусировали. Следующий шаг – это определить тип рубрик. Рубрик. То есть мы поменяли контент. Мы будем разобрать по рубрику. Чтобы у нас не было хаоса, мы возьмем тех, кто сфокусировали. Первая рубрика. Существует три основных типа рубрик. Это продающая. Там, где основная вещь продать. Там будет наш продукт инфекционный. Там, где пользователь получает полезную информацию. И третья – развлекательная. Потому что в соцсети мы все же заходим для того, чтобы тоже поразлечься. И много грузной информации – это не есть наш шаг. Когда мы нашли вот эти, определили вопросы, определили, не знаю, что это должно быть переводить. Нам нужно попробовать найти лучшие точки. Прикосновение ваших вопросов, вашей аудитории и рубрик. Для того, чтобы встали их укладываться, не будем подробно устанавливаться. Презентацию мы вам отправим. В рамках этих рубрик есть конкретные варианты наполнения. Вот этот слайд здесь можете использовать, ну, как шпорталовый. Для того, чтобы выбрать, какой будет пост. Да? Это будет статья или это будет мнение экспертов. Здесь есть платформа, которая заставьте, вам поможет. Следующий шаг – это определить форматы публикации. Форматы публикации… Хочу ждать форматы публикации. Я назову, допустим, первую. Первая – это пост. Вторая. Столица личная. Айки телевизор. Айки телевизор, да. Аплодисменты… А, вы мне, пожалуйста,. Это различные форматы публикации, они разные на разных площадках. Что такое – тайлайки? А, сейчас кто талет тайлайки… Если… В Инстаграме, а кто пользуется Инстаграмом? Все пользуются. Все пользуются Инстаграмом. Класс. Вы видели в профиль, когда вы заходите, есть шанс по профилю, и там такие круглые штучки с фоточками. Вот это хайлайки. Хайлайки, это не был лучший момент. Ну то есть, вы можете свои истории сохранять в этих хайлайки на какие-то темы. Правда, это отправляется следующим образом. Вы были на СДЗ, вот вы сейчас на СДЗ, вы что делаете? Вы к вам прийти в сторис, это 24 часа исчезают, для того, чтобы они не исчезли, а сохранились в подборку. Вы нажимаете, если то, что будет статья, то вы проведете, нажимаете, особо как набавить этот хайлайк, маленький класс, закончил свое выступление и проведет наш класс, когда байк в хайлайк или какие-то прислабляющие вещи, я вам покажу. Так вот, вы делаете подборку, которая сопрямляется навсегда, она не удаляется через 24 часа, она будет храниться в вашем стагане, в сторону, сколько вы считаете нужным. И задача, задача максимум, найти максимум точек соприкосновений, потому что, когда человек открывает ленту телефона, он может пропустить пост, но при этом, в следующий раз, он увидит сторис. Он может... А, ну, как-то мне удалось. То есть, если мы увидели это сейчас, он будет потом, благодаря данной форматной публикации. Примеры постов, это мы делаем простые фотографии, видео делаем парусели, то есть, стараемся использовать максимальное количество форматов для того, чтобы быть максимально интересным и максимальное количество точек соприкосновений с инстаграм. Может, пример, сторис? Что-то, пожалуйста. Немного зайдите в аккаунт, поиграйте, это должно быть интересно. Игра – это классный формат для увеличения аудитории, для того, чтобы она не просто была зрителем, а чувствовала себя стоп-участником ваших действий в соцсетях. Когда вы публикуете сторис, я тоже сразу подскажу вам один факт, обучающий инстаграм об этом дальше. Если вы размещаете сторис или серию сторис и соприняем, действуете по сценарию, то это очень увеличенная захватность и вовлечение пользователей. То есть, не просто так картинки пользователей, а должна быть какой-то общий смысл связующий сценарий. Прямые эфиры и IP-цвет, вот эти маленькие кусочки, которые позволяют сохранить то ли, чтобы они не исчезли. Маски. Мы подготовили для вас сюрпризы, если вы найдете наш аккаунт и нажмете на эту маленькую улыбающуюся ворочку, вы сможете примерить сережки в стиле ЗГЗ. Прямо сейчас открывайте Инстаграм, заходите на канал и найдете алмазки специальные, эксклюзивные для вас с символикой ЗГЗ. Размещайте их конярс. Сокремитесь и конярс. Когда, кстати, первую историю уже встречается, тогда то, что пропадет, а потом под видео используют. И вот, как я вам покажу, как я вам покажу. Следующий. И вот, как я вам покажу. Мордашка, да ладно. Смотрите. Я прям покажу. Улыбающийся речку. Это для того, чтобы не примерить сережки в стиле ЗГЗ. Следующий большой блок и эти книги – это контент-план. Для того, чтобы быть очень важным, особенно на старте, когда вы только начали работать в социальной сети, запустили свой блок, очень важно поддерживать контент-план. Контент-план – это план публикации. Вы, эксперты MLM, вы, гуру этих дел, знаете о том, как важно последовательность, шаг за шагом совершать действия, которые сначала могут и приносить результаты. Сначала, когда вы будете постить, возможно, вы не будете получать миллион лайков, вам не будут сами случаться люди. Вам нужно работать над аккаунтом. Вот это кропотливый труд, который сначала может не давать результатов, но обязательно раздаст вам после. Это тот инструмент, который позволит вам быстро вас дисциплинировать. С одной стороны, что вы себе задали частоту публикации. Три поставок в неделю. Вот и больше, и меньше. Есть настроение, нет настроения, есть время или нет у вас времени. Вам нужно запустить три подсказа, определенные периодичностью. Концент-план – это такая штука, в которой у вас будут завершены все данные о том, как, когда и что вы будете постить. Готовьтесь к Москве заранее. Потому что потом вы можете уехать в поездку, возможно произойти какие-то непредвиденные обстоятельства. Поготовьте свидетель, подготовьте фотографию. Но, не забывайте, остальное место для живого контента. Здесь есть четыре вещи, которые должны идти не по плану. Они придают аккаунту жизни, они придают вашей аудитории, и устраивают более плотную связь. Небольшая таблица, как еще мы тоже готовим к контентам. Заранее. Четвертый блок. Следующий блок – это коммуникация. Он очень-очень-очень важный. То есть мы знаем, где писать, мы знаем, что писать, что мы будем писать. Теперь нам нужно узнать, как мы будем коммуницировать с нашими подписчиками. И так, как выбрать тональность коммуникации. Сейчас очень много курсов готовы писать блогерам. И там лучше примерно одному и тому же. Вы пишите посты вот так, говорите вот этими словами. Друзья, я вас призываю к тому, чтобы вы оставались искренними и естественными. Это то, что до сих пор не хватает другом в жизни. Они ищут в социальных сетях в том числе. Есть ваша индивидуальность. Она прекрасна. То есть ваша личность, она интересна сама по себе. Наша задача – правильно вкладать вашу личность. И тональность коммуникации выбранная в этом поможет. Вам не нужно, как похоже на других блогеров. То есть вам не нужно писать о хорошей кошек, как это уже пишут. Вам не нужно снимать такие же видео. Так что вы не будете собой. Тональность коммуникации, она опять же отвечает за тональную связь с вами. Когда вы достигаете определенной узнаваемости в соцсети, человек в ленте, у него много подписанных, у него в ленте много постов, но он сразу же узнает вас по тому, как вы общаетесь, по вашему языку. Правила хорошего тона или правила хорошей тональности коммуникации говорится на понятном уже многом языке для сложных дел и для телевизора. Особенно когда речь идет о здоровье. Это челлендж. Очень тяжело говорить без каких-то слов, когда мы говорим о проблемах с и здоровьем. Но нужно быть понятным. Понятным вашей судьбой аудитории. Смысл и содержание на первом месте, стиль дальше. Ну то есть сначала получить понятное и просто говорить о том, в чем быть экспертом. Потому что недостаточно быть экспертом. Нужно уметь рассказывать об этом так, чтобы у вас хотелось слушать или читать. И будьте последовательны. Соблюдайте одну тональность коммуникации и в постах в сторис. Очень часто бывает такое, что посты у людей выиграны, идеально точно сделаны. А в сторис, когда человек расслабляется, там начинаются какие-то слова уразиты, там начинается неграмотная речь. Это значит, что человек непоследовательный. Он пытается убить тем, кто он есть. Образ рушится и что происходит? Происходит потеря доверия в истории. И вот это запускать нельзя. Про хештеги два слова давайте расскажем. Для чего нужны хештеги? Смотрите, хештега проста. Смотрите, хештег это ключевое слово, которое отражает основной смысл того, что написано. И решеточка. Как он вставился? Эта решеточка и ключевое слово. Может быть на русском, на английском языке. Самое главное, эту решетку и ключевую словом, он будет проблемой оставлять. Хештег окружает суть поста. Он помогает структурировать все посты по этой теме. То есть составить рубрики. А так же помогает продвижению. То есть помогает найти вас, другим пользователям, просто загадая ничью. Учтеги. Друзья, если вам будет полезно, мы можем рассказать о хештеге. И можем рассказать о том, как добавить маски, как сделать казаки в инстаграме. Где? Вот какого формата? А лично, или группой, мы обязательно придем мастер-класс, продолжим мастер-класс и расскажем. Сейчас мы можем останавливаться подробно. Микрофон переведите, если кто-то спрашивает, пожалуйста. Хорошо. Ход был вопрос о том, что такое хештег? Переведите слово, скажи так. Хештег. Хештег. Тег. Это метка. Метка. Дословный перевод метка. Понимаете, хештеги – это система разметки. Это система разметки, которая позволяет всему миру находить вас по ключевым словам. И я очень огорчаюсь, когда у нас огромное количество гениального контента не размещается хештегом «Хотя бы Хорлдфлаб». «Хотя бы Хорлдфлаб». Каждый раз, когда вы вкладываете прекрасную публикацию без хештега «Хорлдфлаб», в мире умирает маленький прекрасный щенок. Имейте в виду. Прошу, чтобы не ставьте проблемам между лодишёвкой и самим словом. И не слепляйте, если вы ставите два хештега, обязательно поставьте там между ними проблем, потому что они все слепаются и потом ничего не работают. У нас все-таки… Это лайфхак. Да, это лайфхак. Можно я хочу? Что ты сказал? Что такое лайфхак? Смотрите, когда вы начинаете публиковать фаскинг, вы стараетесь, и, конечно, рано или поздно вы находите органы по ваших подписчикам. То есть, на главную часть надо писать с комментарии. И если публикации хорошие, детские, хорошие, то обратную связь вы получаете, ну, практически мгновенно. Но комментарии всегда бывают сладкие, розовые, как щельки, которые не должны умирать. Вот. Иногда бывают негативные комментарии. Иногда бывают очень часто негативные комментарии. Иногда не часто. Ну, то есть, в жизни все бывает, и нам нужно быть к этому готовы. Удаляются или не удалять негативные комментарии? Как считаете? Нет. Ну, негатив, негатив вроде. Бывают негатив непонструктивные. И Татьяна нам сейчас расскажет, а бывает негатив непонструктивный. Это просто оскорбление вас, вашей семьи, вашего дела. Всего что угодно. Вот такие комментарии. Вы как человека, который хочет сохранить здоровую психику, укрошу удаляете, людей блокируете и ни в какой диалог с ними не уступаете, потому что их задача спровоцировать вас на негативные эмоции, и вытянут вас в отчуждение негатива. А бывают негативные комментарии, конструктивные, они основаны на том, что у человека может быть недоверие к бренду, в котором вы связаны. У него может быть недоверие к конкретному продукту, или у него может быть недоверие к себе, да? Он может не верить в себя. Такие вопросы нужно решать в пенсии. Татьяна, с какими пенсиями? Смотрите, три вида негатива. Три типа возражения бывает. Первое – это не верю в бренду. Я верю в баны. Я верю в себя, что у меня все получится, но я не верю в компании. Ну, то есть не доверяю ей. Решайте кейсы. Скорее всего, такая ситуация возникла, потому что пользователь, ну, возможно, на какой-то негативный опыт. Получил негативный опыт, и поэтому на него сложилось дополнение. Решайте кейсы. То есть мы показываем отобратно. Идем отобратно. Показываем, есть успешное применение. Показываем, что продукт работает. Показываем свою экспертность. Следующий вид возражения – это не верю в продукт. То есть я верю в Call of Love. Я верю в воды. А, я верю, что они мне помогут. Ну, я верю в себя, что они мне помогут. Но я не верю в конкретный продукт. Такое тоже бывает, и это тоже решается кейсом. Возможно, такая ситуация у человека возникла, потому что у него просто недостаточная информация о продукте. Допустим, это какой-то новый продукт. Либо он… Либо продукт может быть не новый, а он сейчас с этим продуктом первый раз столкнулся. Мы должны показать также свою экспертность. Тут очень хорошо подойдет, допустим, прямые эфиры с экспертом. Можно показать успешный опыт применения продукта. То, что продукт работает. Там же сертифакт. Можно показать видео с производства. То есть показать о том, что продукт действительно достойный того, чтобы его покупали. Третий вид возражения – это я верю в бренд. Я верю в продукт. Но я не верю в себя. Я ленивый. Я очень занят. Я не надеюсь на это времени. И это тоже решается кейсом. Можно создать группы с марафонами. Показать пример конкретных людей. Например, Маша. Она тоже не верила в себя. Она купила лаваду, и она стала видеть великолепным. То есть все приемы решаются кейсами. У нас еще один вопрос ждал. Что такое кейс? Да. Кейс – это какой-то упакованный опыт, который мы можем рассказать. Где мы можем замерить до, мы можем рассказать о процессе, и мы можем сказать, какой был результат. Например, прохождение калавары будет кейсом. Если мы замерили начало, мы рассказали о каком был процесс, и у нас есть какой-то результат, и мы можем этим кейсом, этим опытом поделиться. Пропускаем уже анализ коммуникации, мы переходим к последней части. Слышали спинтеров дает руководничку в плане визуала, в плане того, как готовить фотографии, в плане того, как оформлять тосты. Вы знакомы с этой информацией. Мы все в этом плане прокаченные хотели рассказать. Ну и конца. Очень важно выработать единый визуальный стиль. Я буквально пробегусь о том, что единый визуальный стиль используется из шрифта, который вы используете для оформления постов, из единых фильтров. Вот это не должен быть один фильтр, но вы видите какую-то гамму, которая у вас будет оформлена в вашей соцсети. Также оформите аватарку и заставку. Скажите, пожалуйста, кому, поднимите руку, кому было бы полезно послушать вебинар или маркер-класс о том, как оформить шахту профиля или как заполнить соцсети. Ну классно. Обязательно проведем. Спасибо. Вебинарчик. Вебинарчик. Хорошо. Про листы на стиль курорт-класс. Вы видите его, раз говорите, что читаете в наших соцсетях. У нас 105 ошибок, которые совершают новички. Вот вы выбрали свою сперментную тему. Вы выбрали какую аудиторию интересную эту тему. Вы нашли площадки, где находится ваша аудитория. Вы начали с ней как-то взаимодействовать. Какие 5 ошибок ни в коем случае нельзя допустить для того, чтобы аккаунт ваш был успешен. Отсутствие стратегии. Собственно, стратегии мы с вами сейчас проговорили. Стратегия – не шаги, которые нужно улучшить. Околоитесь прийти к какой-то цели. Накрутки и покупка ботов. Нельзя так делать. Вот если будет интересно в подробностях, почему я взяла, мы расскажем уже на мастер-классе. Вы просто готовы, что так делать не нужно. Нелегулярные ведения. 2 дня ведут свой инстаграм, потом 2 месяца не ведут. Результаты не будет. И это регулярных действий не будет. Возможно, на старте будет казаться, что сложно, что страшно, а что непонятно. Нужно делать шаг за шагом. И уже через 2 месяца вы почувствуете себя блогом в соцсети. Потому что на самом деле в соцсети это не так сложно. Мы долго про них рассказывали, но это не так сложно, как вы можете казаться. Отсутствие анализа. Это когда вы делаете какие-то действия и не анализируете какие-то результаты. А что я получаю в итоге? Анализировать и корректировать свои стратегии – это важно. И отсутствие обратной связи. Это когда вы забываете отучать директы, отучать комментарии. Когда вы не даете дана часть со своей аудиторией, и даете ей обратную связь регулярно – это тоже очень постоянная ошибка новичков. Ну, наверное, и все. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое за Außerdem! Спасибо за просмотр! Дальше расскажите другим, у кого пока не работает. Открывайте ваш инстаграм, заходите в свой профиль. Получилось, вы договорите, когда готовы, вы поднимаете, а вы понимаете, что нужно продолжать. Окей, руки есть. Нажимаете на плюсик в левом углу. Снова. Вам предлагают создать скорость сейчас, так? Открылась камера. У кого открылась камера? Не загружается. Скорость низкая. Маленькая скорость. Хорошо, но при том, как это класс, потом, когда нужно, сделать скорость, как оформить аналитик, как новый шаг. А это Сергеев. Хорошо, раздавайте. Ваши вещи не устроите тогда. Со мной? Хорошо, раздавайте. Хорошо. Хорошо. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!